Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Задача Росфронта. Поддержки борьбы профсоюзов». Ведет занятие секретарь Росфронта Степан Сергеевич Малисов. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Значит, доклад будет построен в моей последующей схеме. Вначале я дам краткий обзор профсоюзов, которые в России на сегодняшний момент есть. Дальше расскажу о Росфронте и о других политических партиях, которые работают с профсоюзами. После этого мы вместе определим в текущий момент главное направление борьбы, которое перед нами, перед трудящимися стоит. Ну и отсюда будут задачи следовать. сами собой вытекать. По статистике численность экономически активного населения сейчас составляет у нас 77 миллионов человек в России. Ну, чтобы понимать. Причем статистика относит от 15 до 72 лет. Не трудно посчитать, что это порядка 60 лет трудового стажа нужно иметь. То есть, явно натянутая цифра, поэтому мы ограничимся 40 годами трудового стажа для того, чтобы понять, сколько армия труда составляет, какую численность. При этом мы уберем число безработных, 6 миллионов человек, и тех, кто не является наемными работниками. То есть, это различные категории буржуазных слоев, самозанятые, ну, инвалиды, другие категории, которые в работоспособном возрасте, но не могут являться наемными работниками. С учетом всех вот этих расчетов мы получим с вами, выйдем на 40 миллионов человек. 40 миллионов человек в настоящий момент – это армия труда, наемных работников, которая задействована в реальном секторе экономики. Значит, какие профсоюзные организации существуют? Это как бы членская база, мы с вами понимаем. Самое большое у нас – это ФНПР. Самая большая организация – ФНПР. Как они сами заявляют, их численность составляет 20 миллионов человек. То есть, можно сказать, что почти половина отходит в этот ФНПР. Подглавляет ее Михаил Шмаков с 1993 года. Сам ФНПР говорит, что они объединяют 95% всех работников, которые состоят в профсоюзах. То есть, они считают, что они полностью представляют всех, кто вовлечен в профсоюзы, так или иначе. И на остальных остается всего лишь 1 миллион человек, если посчитать. Другое объединение, которое есть – конфедерация труда России, которая существует. Значит, оно образовалось путем слияния различных федераций и конфедераций. В настоящий момент она объединяет 2 миллиона человек. Это они сами так пишут. То есть, это их собственная оценка – 2 миллиона человек. При этом, если в ФНПР входят профсоюзы системы, ну, большинство профсоюзов советских систем, ВССПС, то есть, здесь есть профсоюзы, которые вышли и из старого, так сказать, советского времени, и вновь образованные профсоюзы. В отличие от ФНПР, КТР не имеет профсоюзной собственности. Потому что мы знаем, что все, что были в санатории, базы отдыха, все это, значит, получил аппарат ФНПР на свое кормление. А у КТР этого нет. Но, тем не менее, те профсоюзы, которые известны своей борьбой, это докеры, МПРА, авиадиспетчеры, значит, все они входят в конфедерацию труда России. ФНПР и КТР на международном уровне, есть еще международный уровень, да, они входят в Международную конфедерацию профсоюзов. Является итальянской организацией, это международный уровень. Она объединяется где-то порядка 190 миллионов человек, МКП. Есть еще другое международное объединение, Всемирная Федерация Профсоюзов, ВФП, которое объединяет порядка 90 миллионов человек. Значит, вот этот ВФП, Всемирная Федерация Профсоюзов, это был образован в свое время профсоюзами Советского Союза. Это классовый полюс против антиимпериалистический, антивоенный. Во время реставрации капитализма, значит, ВЦСПС вышла из Всемирной Федерации Профсоюзов и уступила в МКП. В МКП сейчас состоят профсоюзы стран Западной Европы, Америки, ну, то есть, империалистических стран, развитых. А Всемирная Федерация, это страны Латинской Америки, Африки, Индия, там, где наиболее угнетаемые, трудящиеся, в наиболее угнетенном положении. То есть, надо понимать, две федерации существуют, ну, международных, да. В НПР и КТР являются членами МКП. Но внутри КТР есть профсоюз-защита, я хочу обратить внимание, которая входит в Всемирную Федерацию Профсоюзов. И третье объединение, которое существует, это Союз Профсоюзов России такой, СПР. Союз Профсоюзов России. Выглавляет его Куликов. Куликов, который в свое время, не в свое время даже, а сейчас, подбавлял профсоюз-железодорожников. Помните, они тоже локомотивный бригад, которые боролись несколько лет назад за повышение заработной платы, вот, прогремели такой. Они оценивают свою численность в один миллион человек. Это их собственная оценка. Вот. Они не входят ни в какие международные объединения. Кроме вот этого Куликова, МПЖ, сюда входит еще такой соцпроф, профсоюз-соцпроф. Мы потом о нем, значит, будем говорить, поэтому просто отметим. Соцпроф, который возглавляет Бострецов в настоящее время. То есть, видим, да, как, значит, идет распределение по профсоюзу. Политические партии, которые работают с профсоюзами, значит, прежде всего, исторические. Отметим, что с 91-го по 94-й год существовала такая партия труда. Партия труда. Значит, ее инициировали социалистическая партия, это Кагарлицкий, известная фамилия, конфедерация анархосиндикалистов, Исаев, это которая сейчас в НПР и в Единой России, и в Госдуме сидит. Значит, группа марсист 21-го века, Бузгалин, такой, и Московская федерация профсоюзов. Вот они учредили эту партию, которая существовала с 91-го по 94-й год. 91-й, 94-й год. Она исчезла. Мы просто берем. Партия труда. Это с самого начала. Просто оттуда вышли Исаев, который сейчас, который переродился. Возглавлял эту партию Олег Смолин. Вы, наверное, знаете, да? Он сейчас тут вот от Госдумы Олег Смолин. Вот это все оттуда, как бы из этой партии. Но она ничем себе особо не показала. Просто мы отмечаем. Поскольку эти все лица, они никуда не делись, остались и дальше в так или иначе каких-то политических проектах участвуют. Следующая попытка. Это, значит, 2002-й год. 2002-й год. Это Российская партия труда. Она так называлась. Российская партия труда. То есть дальше идет то же самое. Значит, она существовала с 2001-го по 2005-й год. Учредили ее, значит, по сути дела, профсоюзной организацией. Выступили с ассоциативой. Это соцпроф, о котором мы говорили, но который возглавлял в тот момент не вострецов, а храмов. Соцпроф и профсоюз защита, который возглавлял Олег Шейн. Туда поддержали строительство этой партии активно профсоюз докеров, авиадиспетчеров, сахтеров, учителей и другие профсоюзы. И они набрали численность порядка 11 тысяч человек. Их партия была. Значит, но судьба ее была не очень хорошей. Несмотря на определенную поддержку 11 тысяч человек, несмотря на определенную поддержку профсоюзов, и можно было дальше наращивать, эта партия руководством была передана Семегину. С 2005 года я как бы красный, что это действующая партия. С 2005 года она перешла в партию патриоты России. Ребрин. Семегин. Значит, сюда вошла Российская партия труда и отколок от КПРФ, ну и другие организации. Возглавляет Семегин. В настоящий момент в ней состоит 80 тысяч человек, как они заявляют. Они имеют 19 депутатов в разных региональных парламентах и имеют определенные связи с профсоюзами. Прежде всего это с профсоюзом докеров в Калининградской области. Есть такой исчезательный профсоюзный лидер. Он состоит в этой патриотах России, является депутатом в Калининграде и возглавляет региональные деления. Другие партии, которые сейчас существуют, это партия, которую возглавил Острецов. Называется она Трудовая партия России. Значит, это партия, которая возникла уже после 2010 года. Трудовая партия России. Вострецов. Чем интересна эта партия? Значит, этот Вострецов возглавляет профсоюз соцпроф. Он является лидером Трудовой партии России и в то же время депутатом Госдумы по спискам Единой России. То есть, в Госдуме от ЕР. Очевидно, что это партия спойлер, которая создана как технологический проект. Точно так же, например, как в коммунистическом поле создан коммунисты России. Кремлем точно. Партия такая, спойлер, и даже в открытую видно. Другая партия, на которую следует обратить внимание, значит, это партия, которую, в принципе, создала ФНПР. Называется она, не так давно она создана, в декабре 2012 года, называется Всероссийская политическая партия, Всероссийская политическая партия, Союз труда. Вглавляет ее главный редактор газеты Солидарность, профсоюзный, Шершуков. То есть это чисто ФНПРовская партия. Видите, да, какие-то, сказать, субъекты действуют на политическом поле. А, не видно, их не слышно. Нет, вы увидите и услышите еще Союз труда. Просто мы все это знаем. Нет, Патриоты России, они слышны, они участвуют в выборах, в том числе и у нас. Трудовая партия Вострецова больше. Сегодня президент представителя Патриота России в Центральной избирательной комиссии. Так что их акции вырастают. Значит, Родфронт. Родфронт создавался в 2010 году. Причем он создавался в форме политической партии, но задачей объединить силы, сложить силы классового полюса для совместного участия в выборах и регистрации вот этого объединения как политическая партия, потому что законы были тогда очень жесткие к численности не меньше 50 тысяч к субъектам федераций, было сложно выполнить. И входили туда разные субъекты, учредители как бы Родфронта. То есть это блок классовых сил. Прежде всего это РКРП. На сегодняшний момент оно является ядром фронта. На сегодняшний день здесь Фонд Рабочей Академии входит. Кроме этого входят профсоюзные лидеры профсоюзов МПРА, защиты из руководства КТР, то есть профсоюзные лидеры. Ну и входят отдельные члены, потому что многие люди воспринимают ее как унитарную политическую партию и просто вступают в отдельные, индивидуальные члены. Взявим их так. Во время регистрации вышла партия Черепкова, которая вначале хотела участвовать в этом проекте. Черепков ушел. Здесь я еще забыл добавить, что здесь осталась часть Левого фронта. Часть Левого фронта и других политических небольших организаций. Она тоже здесь. Потом после Черепкова вышел Удальцов с большей частью Левого фронта, потому что были все время отказы в регистрации, 7 отказов. Ну и последнее это вышло Красное ТВ. Родфронт так приостановил. То есть вот приблизительно такой политический спектр. Я просмотрел программы всех этих партий в отношении того, как они относятся к экономическим. Какие экономические задачи они ставят. Например, все они так или иначе ориентируются на борьбу за повышение заработной платы в программных документах. Мы это все можем прочитать. Например, начнем с российских в российской партии трудящихся. Это партия профсоюзов. Там изначально стояло, что нужно проводить индексацию заработной платы не меньше индекса инфляции. Бороться за то, чтобы оклад составлял 80%. Вот эта составляющая экономической программы она вошла в Родфронт. программа Родфронт она в принципе дублирует эти моменты. Патриоты России там сложная такая партия. С одной стороны она за частную собственность и борется за права бизнеса. С другой стороны она говорит о том, что нужно проводить индексацию зарплат всем трудящимся. Есть там в этой партии. Вторая партия Устрецова. Написано, что два раза в год не меньше, чем индекс инфляции надо проводить. вот в Союзе труда она то же самое стоит такая задача повышение заработной платы даже больше сверх индекса инфляции вот в этой партии. Прогрессивная задача стоит. Что можно еще сказать про это? Все эти партии так или иначе они сделаны для того, чтобы участвовать в выборах. Союз труда поскольку является партией ФНПР он обратился официально эта партия обратилась в Федерацию профсоюзов за поддержкой. И 19 февраля президиум ФНПР принял обращение членским организациям ФНПР. Значит, суть состоит в том, что в 2016 году состоятся выборы, надо продвигать своих тех, кто за профсоюзную идею, и поэтому рекомендует руководство ФНПР членским организациям поддержать инициативу партии Союз труда включиться в процесс сбора предложений в предвыборную программу партии и выдвижения кандидатов для включения в список, с которым партия Союз труда пойдет на выборы, а также оказать организационную, агитационную и финансовую поддержку выдвинутым кандидатам. То есть они пойдут как самостоятельная сила с опорой на ресурсы ФНПР. В смысле это Союз труда. То есть мы это имеем ввиду с вами, да? Значит кратко мы с вами охарактеризовали какие есть профсоюзы, какие есть политические силы. Значит мы знаем что ФНПР теперь, да? Она имеет свою партию Союз труда Союз труда и при этом имеет договор с единой Россией с единой Россией о сотрудничестве, политический договор. КТР имеет договор со справедливой Россией о сотрудничестве и часть руководства КТР она состоит, является членами не только Ротфронт, но и справедливой России. Есть у нас еще КПРФ крупная партия которая затрудящаяся. КПРФ значит она больше всего ориентируется на некую аграрную составляющую в системе ФНПР. Помните была такая аграрная партия Лопшина они все время блокировались вот видимо через эту связку у них остались с профсоюзами ну какие-то отношения и они с руководством естественно вот этих аграрных профсоюзов вот приблизительно парламентские партии заключили пользоваться поддержкой значит в этих структурах хотя сами структуры СПР инициировало создание партии КПР не инициировало ФНПР инициировало и Ротфронт на этом поле теперь экономические значит мы знаем что идет борьба между классовая борьба да прежде всего за материальное материальный достаток для трудящихся это заработная плата для буржуазии это прибыль если заработная плата уменьшается прибыль вырастает и наоборот условно так разделим вот это трудящиеся 40 миллионов даже больше это условно предпринимательский корпус вот это банки это промышленные капиталисты промышленные капиталисты тогда 2015 год заработная плата реальная заработная плата трудящихся по официальным данным она снизилась на 9,6% реальная заработная плата снизилась при этом ВВП если мы возьмем валовый внутренний продукт в реальном выражении снизился на 3,8% ясно то есть заработная плата снизилась больше чем ВВП доля заработной платы ВВП в среднем составляет 40% 40% от ВВП получается что доля при снижении ВВП дополнительной прибыли которую получили значит другая другой класс составляет не менее 2% всего 5% здесь разница но поскольку 40% на 5 то около 2% то есть несмотря на снижение ВВП они дополнительно по отношению к предыдущему году не уменьшили свои доходы а увеличили на 2% то есть рост числа долларовых миллиардеров повысится а у трудящихся наоборот очень резко снизился уровень потому что кризис ударил по трудящимся а они наоборот извлекли прибыль получили прибыль от минуса да именно так значит какая структура здесь а кто получил банки на промышленные капиталисты нам говорят что банки ростовщики и души промышленные капиталисты правильно ну давайте посмотрим вот банки есть центральный банк центральный банк который выдает кредиты инфляция напишем инфляция выдает деньги банку суды ну правильно выдает видите это в банках это коммерческие банки значит инфляция у нас за 2015 год ну около 13% ЦБ под какой процент выдает значит в 2015 году у него действовало две ставки одна как бы большие деньги большие кредиты он выдавал под 8-25% и короткие кредиты под 11% инфляция 13 выдает 8-25-11 то есть они получают по сути дела реальных денег меньше чем дают то есть ЦБ кредитует коммерческие банки то есть они за счет того что возвращают в реальном исчислении меньше чем берут получают прибыль как минимум 2% согласны? согласны? дальше они дают банки дают промышленным капиталистам и дают трудящимся кредиты какие кредиты сколько всего значит банки выдали кредитов банки выдали кредитов в настоящий момент 10,4 триллиона рублей из них всего и предприятиям и физическим листам предприятиям значит промышленным капиталистам и трудящимся пошли трудящиеся получили в кредиты 1,6 триллиона рублей значит а остальное получили капиталисты тут несложно посчитать большая часть пошла под какой процент получают трудящиеся самый низкий это 15% самый низкий 15% то есть 2% если он под 11 взял здесь то сколько он еще получает еще плюс 2 да делай-то 2 итого банк получает всего 4% ну при данном раскладе 4% коммерческий коммерческий банк центробанк кредитует значит банк в 2% за счет всех граждан потому что он в убыток работает получает дает больше чем получает обратно в реальном исчислении кто-то должен восполнить это все граждане а другие 2% значит дает трудящийся непосредственно кредитор при этом при этом рост поскольку снижение заработной платы очень серьезное то рост задолженности очень резко вырос у нас в настоящее время 17 миллионов имеют 5 кредитов и больше то есть они перезанимают и рост просроченной задолженности приблизительно половина от этой суммы 780 миллиардов рублей это просроченная задолженность есть еще такие микрофинансовые организации мы сюда отнесем микрофинансовые организации они дают непосредственно кредиты под 900% годовых таких кредитов трудящимся они дали на 62 с половиной миллиарда рублей ну это значит непосредственно организация которая имеет бандитскую контору по выкалачиванию долгов потому что под такие проценты да понятно что он нарастает по снежной ком и потом просто не отдать как правило попадает вот в эту зависимость наиболее меньше всего обеспеченные слои вот они вынуждены брать вот эти кредиты ну и эти тоже в кабале видите то есть реально снижение заработной платы значит кабальная зависимость от всего при этом кто-то получает вот мы видим банки получают не так много 2,2% то есть получается что промышленные капиталисты тоже свое не выпускает что такое откуда это берется вообще в принципе любой процент и предпринимательский доход это основные части прибавочной стоимости она все равно выколачивается с трудящихся и трудящимся по большому счету наплевать какой пропорции делится его труд который присвоен какой идет банком какой капиталистом но возникает у некоторых товарищей значит мысли что банки они души промышленного капиталиста еще это не промышленный капиталист должен вместе с трудящимися выступать и проводить какую-то борьбу с банками но это не так банки промышленные капиталисты это один лагерь который получает прибыль который получил прибыль из того что даже снизился ВВП за счет перекладывания всех тяг на плечи трудящихся промышленный капиталист когда заключает контракт например на строительство генератора товарищ Солмаза они предусматривают что цены изменятся что цены вырастут и поэтому в контракте хоть отражена текущая цена но конкретная цена поставки будет зависеть от текущих цен они это предусматривают они не страдают промышленный капиталист никогда не страдает от инфляции он отбивает эти деньги в цене товара но при этом он ссылаясь на трудности на то что его банки душат плохие и прочее не платит зарплату не повышает ее снижает задерживает и прочее как в других странах просто для информации вот можно услышать что наш центробанк это не банка а ростовщическая контора но мы видим что какая же ростовщическая контора которая наоборот дает деньги под процент который меньше инфляции так ростовщики не поступают вот есть ростовщическая контора в Беларуси вот Беларусь многие хвалят Беларусь говорят что смотрите как сохранил бать к нам промышленность а что Беларусь сейчас я вам скажу по итогам 2015 года инфляция в Беларуси составила 12 процентов ну приблизительно как у нас а ставка центрального банка при этом она была 25 процентов понимаете в два раза больше чем инфляция вот это политика Лукашенко Америка нам приводили пример Америки Америка дает под 0,5 процентов доллара но при этом какая инфляция в Америке 0,73 0,73 процента то есть в любом случае инфляция больше так же как и у нас ну просто пропорции посмотреть может быть даже совпадает пропорции просто это меньше все есть Швейцария там действительно дефляция Швейцария а то можно все объяснить просто наш ЦБА центральный банк никакая не это самое не российская контора да это единый лагерь который действует против трудящихся под какой процент берет промышленный капиталист банк вопрос то есть мы знаем что трудящиеся берут минимум 15 на самом деле средняя ставка она гораздо больше а промышленный капиталист я посмотрел в интернете в принципе банки и промышленные капиталисты они ну слились это финансовое каждый промышленный капиталист крупный имеет свой банк между ними связи и они естественно себе сами дают так сказать деньги без процентов а если какой-то предприниматель средний там или мелкий придет со стороны он будет брать под те же там 16 3 18 процентов ну вот при инфляции 13 да где-то 5 процентов ему надо будет отдать промышленному капиталисту это небольшому да там вклады до 10 миллионов это пшик потому что чтобы создать одно рабочее место требуется порядка миллиона рублей причем это в мелком бизнесе стоимость рабочего места а в промышленном там исчисляется на порядок больше требуется поэтому это кредиты для мелких как почти они совпадают как для участников для индивидуальных придяющихся для крупного бизнеса там другие правила они скрыты от нас мы просто не можем сказать мы видим да что основной момент это перекладывание кризиса на плечи трудящихся рост снижения заработной платы рост услуг жкх разные наборы поборы и прочее введены поэтому нужно бороться за сохранение реальной покупательной способности заработной платы это наша задача которая на всех объединяет и она не нова она записана в каждой программе вот этой партии вроде как были попытки значит решить эту эту проблему индивидуально каждая профсоюзная организация борется со своим работодателем записывает результаты своей борьбы в коллективный договор и тем самым через такие отношения регулирует даже можно добиться реального повышения у нас были примеры когда докеры заключали коллективный договор и в какой-то момент времени они получали сохраняли свою заработную плату авиадиспетчеры был профсоюз форд заключал коллективный договор но практика показала что все это действует на время докеры сейчас борется за коллективный договор за говорят что им с 2019 года не повышали заработную плату хотя и коллективный договор работал в котором это было предусмотрено профсоюз форд тоже добивался в свое время инфляция плюс два с половиной процента однако в связи с кризисом автомобильной отрасли просто работодателям не повышает на заработную плату наоборот там сокращение идет персонал и снижение заработной платы реальный за счет простоев неполного рабочего времени то есть мы видим что такая борьба разрозненная она не дает результаты понятно что сама жизнь заставляет нас объединить усилия и выйти на политическую борьбу за принятие закона федерального закона который бы сохранял нашу заработную плату существующая статья в трудовом кодексе 134 она звучит что работодатель обязан ежегодно повышать заработную плату с учетом инфляции но трактуется она так что допустим с учетом инфляции можно допустим инфляция 10 процентов составляет и заработная плата мы понимаем должна быть не меньше чем на 10 процентов это в соответствии а он трактует что десять процентов с один процент даже соответствии потому что если мы было 20 процентов было бы 02 процентов повышètres ну в соответствие такое мысто написано и суды общей практики они устают на сторону работодателя до в сторону капиталиста промышленного да соответствии инфляция 10 вот один процент вы так соответствие поэтому чтобы не было такого двойного толкования и было принято решение уточнить статью 134 в плане формулировки. Это было сделано по инициативе профсоюза МПРА. Имеется в виду, что Алексей Этманов, председатель профсоюза, является и членом Родфронта, и в то же время по спискам Справедливой России депутатом законодательного собрания Ленинградской области. Он внес этот законопроект пару лет назад в законодательное собрание. Но единороссовское большинство его отклонило. Дальше Валерий Турува в Кировской области. Это депутат, член РКРФ в Кировской области. Внес Кировский ЗАГС. Получил тот же самый результат. Ирина Камулова, она член, сторонник УКП внесла в Санкт-Петербург. Тоже получила отлуп. И только в Карелии произошел прорыв. То есть, Александр Степанов внес и ЗАГС проголосовал, потому что там Единая Россия не имеет контрольного пакета. То есть, их Единая Россия меньше, 50%. Она не может заблокировать своим решением фракции, прохождение. Может быть, это сыграло. Я думаю, что это сыграло. Законопроект прошел, первое слушание, и направился в Государственную Думу. Для того, чтобы он прошел в Государственной Думе, понятно, что надо было оказать давление снизу. Максимально оповестить трудящихся. И такая работа, по крайней мере, здесь, в городе, она, такая попытка, да, была предпринята. То есть, были приведены круглые столы профсоюзов. Объяснена задача. Круглые столы, прежде всего, на площадке профсоюзов системы КТР. Но, то там включились и профсоюзы ФНПР. Потому что низовые организации, что ФНПР, что КТР, они мало чем отличаются. Трудящиеся, вот у нас 40 миллионов, да, армия труда, мы абсолютно с одними и теми же проблемами. Просто, ну, так вышло исторически, что один состоит в этом профсоюзе, другой в этом. Профсоюзы отличаются, прежде всего, по политике, которую проводит руководство этого профсоюза. Вот профсоюз КТР проводит такую политику. Поэтому трудящиеся там, ну, увлекаются. А ФНПР, наоборот, тушит руководство ФНПР, тушит эту борьбу, да, не дает ей развиться. Вот разница. Значит, остался круглый стол. Мы приняли решение поддержать, в том числе, и публичными мероприятиями. Многие из вас были, значит, в день, когда слушался в Государственном Думе законопроект, Степанов его отстаивал. Мы участвовали в публичном мероприятии Финлянского вокзала в поддержку этого законопроекта. Результаты голосования вы знаете. На удивление, значит, несмотря на отрицательный отзыв правительства, несмотря на отрицательный отзыв профильного комитета, значит, были получены достаточно неплохой результат. фракция ЛДПР в полном составе за проголосовала. КПРФ на 95%. Праведливая Россия на 90% проголосовала за. Остальные просто не участвовали. Был закон провален силами Единой России, которая не голосовала. Там только один депутат против проголосовала. Не хватило 20 голосов, чтобы его приняли. При этом интересна позиция, которую занимает, например, Вострецов. Вострецов это соцпроф. Это партию свою имеет, которая борется за индексацию заработной платы два раза в год. Он не голосовал, хотя был. Не голосовал, уклонился. Исаев из ФНПР, который тоже с 90-х годов бьет себя кулаком в грудь и говорит, что он за трудящихся. Не голосовал. Трапезников. Трапезников это рабочий, который в «Единой России», который докладывал этот законопроект. Он хоть и призывал всех голосовать против, сам не голосовал. Это его сдержало. Интересна позиция ФНПР была. В принципе, они в их программе есть это за достойный труд, что надо индексировать заработную плату. Официально позиция нам была неизвестна. Трапезников сказал, что ФНПР против во время своего выступления. Позже на сайте ФНПР появилось решение, что они поддержали законопроект Степанова. Мы нашли это только позже, эту информацию. И никаких действий они не предпринимали. на уровне города я обращался в Ленинградскую Федерацию профсоюзов за поддержкой. Пытался разговаривать с Дербином и с Артихиной, его заместителем. Она, Артихина, отказалась участвовать, подписывать какое-то письмо, участвовать в публичных акциях, на которые я ее призывал. При этом она указывала следующие причины, что мы боремся за мрот, мы считаем это более важной задачей повышения мрот, минимального размера оплаты труда. То, что вы хотите, это и так есть. Уже написано в 34-й статье в соответствии с инфляцией. Поэтому масло масляное еще раз вы тут хотите. Ну и я просил ее хотя бы прислать корреспондента, площадь труда есть такая, профсоюзная газета, чтобы она осветила наше мероприятие, как-то отразила в профсоюзной печати. На что она мне сказала, что у них сейчас реорганизация этой газеты, редакция вся занята другими вопросами, поэтому она не может никого послать. То есть она уклонилась. Это позиция Федерации профсоюзов. Какие перспективы? Перспектива это повторное внесение законопроекта. После этого голосования в Госдуме состоялся круглый ствол здесь в Минграде профсоюзов, где было принято такое общее решение продолжить эту борьбу, попробовать сделать второй заход и организовать компанию поддержки. В настоящее время закон разработан с учетом тех замечаний, которые говорили, чтобы его отклонить, что нельзя всем одинаково индексировать зарплату, но это трапезников, это демагогия, что уборщица получает там 10 тысяч и на тысячу проиндексирует, а топ-менеджер получает 800 тысяч на 80 тысяч. Где же тут справедливость? Это демагогия, да? Справедливость состоит в том, изначально ее нет, что уборщица там 10 тысяч и на 800. Где же какая же? Ее нет, с самого начала никакой справедливости. Там можно законодательно ограничить это повышение с какой-то величины заработной платы, просто отсечка, она не распространяется. В законопроекте предложено 15 минимальных размеров оплаты труда. Кто выше, на того не распространяется действие статьи. Ну, с учетом. Вот такой законопроект разработан и в настоящее время Степанов, Ветманов и Турула, ну, все наши силы будут пробовать заново вносить его в законодательное собрание. 21 марта здесь состоится пресс-конференция которые приведут депутаты этих законопроектов собраний, которые попробуют рассказать журналистам для того, чтобы придать более широкий резонанс, чтобы прозвучала эта инициатива о своем внесении о том, что они делают. Значит, наша задача на сегодняшний день поддержать, да, повторное внесение законопроекта и организовать борьбу за его поддержку, за его продвижение. Прежде всего, это информировать надо всех, потому что мало кто знает. КПРФ голосовала за, но где она об этом сообщила, что был такой законопроект, что они проголосовали. Да нигде, нет у них множества ресурсов, они хоть и голосуют за, но не говорят об этом, то есть как-то тихо все это проходит. То же самое ЛДПР, «Справедливая роща», нигде нет ничего. Поэтому пробить информационную брешью, рассказать трудящимся, что происходит. Первое, да? Дальше это надо будет организовать какие-то акции, постараться публичные, в поддержку, чтобы это вовлечь в эту борьбу с самих трудящихся. Одно дело проинформировать, другое дело еще выйти на митинг. Ну и использовать, конечно, политические аспекты, это предстоящие выборы, это сбор подписей в поддержку политической партии Росфон, которая единственная из всех партий выполняет свое программное требование, борется за повышение благосостояния трудящихся. Единственная из всех партий, в которых записано. То есть, политически зарегистрировано. использовать выборный момент сбор подписей. Ну и если это же агитация, это же сбор подписей, это и обращение к трудящимся, вовлечение в политику, самовыдвижение в качестве кандидатов в депутаты для того, чтобы идти на выборы, для того, чтобы участвовать в рабочей политике, проведении рабочей политики. Удастся по результатам голосования получить депутатские мандаты хорошо, но в любом случае, даже если не удастся, Родфронт должен быть более усиленным после этого. Окрепнуть, обрасти какими-то союзниками, попутчиками, сторонниками, членами советскую базу усилить. Вот это главная задача усилить Родфронт для того, чтобы поддержать следующий этап борьбы профсоюзов. Потому что все равно эта экономическая борьба, она никуда пока существует строй буржуазный, никуда она не денется. Все время придется бороться за заработную плату, за условия труда, за сокращение рабочего времени. Родфронт традиционно будет проводить работу с профсоюзами, очень хорошо это делает. То есть фонд рабочей академии работает с профсоюзами, учит профсоюзы и организует площадку для обмена опыта борьбы за коллективные договоров. Не так, так, через какое-то время, 19-20 марта в Нижнем Новгороде состоится традиционный вот этот семинар фонда рабочей академии. Значит, борьба с профсоюзами. Это идеологическая борьба в том числе. Вот защита при всех, может быть, не очень больших мощностях, тем не менее, она членская организация ПТР и на правах того, что она член ПТР, она участвует в различных съездах и есть возможность выступить, взять на трибуну, получить слово и, так сказать, проводить классовую линию, то есть проводить рабочую политику с трибуны, разоблачая, там, показывая погубность тех или иных решений, действий. Ну и, конечно, значит, политическая, дальнейшие политические инициативы, потому что, ну, это вот статья 134, но это не единственное, то есть, можно и, конечно, и МРОТом заняться, если ФНПР считает, что надо его повысить. Мы не против того, чтобы МРОТ был действительно не меньше обоснованного такого-то научного уровня, потому что это смех, то, что они приняли. Они приняли, сейчас МРОТ у нас около 6 тысяч рублей, разумно слить на эти деньги. Отсюда вот эти кабальные кредиты и растут. То есть, они, понятно, что не прожать, приходится занимать. А занимать это кабала, вот она. Мы видим это в цифрах, как это все происходит. Поэтому дальнейшие политические инициативы, ну и главное, это, конечно, вовлекать во все это трудящихся и при этом не упускать нашу главную стратегическую задачу. Вот чем мы отличаемся, Ротфронт, от всех вот этих партий, которые создаются и которые могут еще участвовать так или иначе в экономической борьбе в рамках существующих строительств. Мы видим свою цель за полное освобождение трудящихся от эксплуатации. Вот наша главная задача. Но для того, чтобы выйти на решение этой задачи, надо набрать вот эту армию, вот эти железные батальоны-пролетариаты. то есть мы ее должны иметь, чтобы поставить в повестку дня следующую, главную нашу задачу коренную. Я же закончу. Спасибо. Какие вопросы? Во-первых, у меня технических вопросов несколько. Вот я не слышал, все, что заработная плата у нас составляет 40% ВВП. Да. Доля заработной платы из ВВП 40%. Скажите, пожалуйста, а вот у вас цифры есть? У вас есть цифра суммарной заработной платы, которую получают вот эти 70 миллионов экономически активных людей. Хотя среди них есть разные, конечно, но это завышенная цифра будет. И сколько ВВП у нас составляет? Вы от этих цифр считали? Или вы где-то... Я не считал. Я не считал, я просто взял данные, да? Значит, есть... ВВП 80 триллионов составляет. Сколько? ВВП около 80 триллионов. 80 триллионов. А зарплата сколько? Значит, доля. Доля заработной платы... Нет, я говорю, доля заработной платы в этом ВВП. То есть, средняя заработная плата 40% это 30... Средняя заработная плата известна в России. А мы ее все чувствуем на карманах, это около 20 тысяч рублей. Нет, вы спросили, я вам ответил. Нет, вы... Вопросы пока. Давайте-ка вопросы. Ну, получается, что 1,4 триллиона суммарная заработная плата в России по элементарным расчетам. Если взять среднюю зарплату и посчитать на число активного населения, она тут... Ну, это и дикая, цифра совершенно. Нигде такой цифры нет в процент ВВП. Это кошмар какой-то. Вот. Ну, это... Я просто думал, что ослышатся, может, это самое. Но это неверная цифра просто. Вот. Это, во-первых. И потом, насчет банков. Вот. Известно вообще, что финансовый капитал, то есть, результат сращивания банковского и промышленного капитала, оно, вообще, говорит, идет от банковского капитала. То есть, банки сужают предприятия, они... и нерадивых дожняков, они поглощают. Таким образом, образуется вот этот самый, самый результат сращивания, только финансовый капитал. А у нас, получается, как-то наоборот это идет. Предприятия крупные, создают банки. Я вот просто работаю, ну, достаточно крупной госкорпорацией, ВАР, Вагонзавод. Вот. У этой корпорации, объединяющей десятки по стране крупнейших предприятий, своего банка нет. вот как это вот твое. Как по-настоящему, которые работают? Банки. Это странно как-то. Предприятия создают банки? Это как-то противовечие. Ну, может быть, это все у специфики российской ситуации, я не знаю. Не предприятия, а люди создают. Предприятия и банки. Вот, например... Сращивание, как происходит? Сращивание – это то, что один человек имеет активы и банковские, и промышленные. Либо, ну, это же у Ленина написано в империализме, либо какой-то банк, когда суживает кредиты, направляет своих представителей, совет директоров, через это, через контроль, управление активами. Вопросы. Ну, пока что. А есть... Да, а есть те люди, которые одновременно являются владельцами банков и предприятий промышленных. Например, Мордашов на шахте, на шахте которого недавно произошла вот эта трагедия. Вот он является и владельцами банков, и шахт, и заводов. Пожалуйста. Вопрос такой. Зачем бороться за сокращение рабочего времени? Когда и промышленники и так сокращают, там, два дня неделю работают. Есть ли... Речь идет о том, что рабочее время без потери заработной платы. То есть, производительность труда выросла. Вот по оценкам профессора Золотова, который в фонде рабочей академии, за сто лет производительность труда выросла в пятьдесят раз. То есть, то, что раньше за пятьдесят часов создавали, да, ну, рабочие совокупные, теперь за час создают такой же продукт. Понимаете? Насколько колоссальный прорыв. А рабочий день был тогда двенадцать часов, и сейчас он фактически двенадцать часов. То есть, мы работаем капиталистов на средства производства предметов роскоши и прочее. Поэтому, в наших интересах сокращать рабочее время, оно объективно, можно его сокращать. Без потери заработной платы. в наших интересах в наших интересах в наших интересах вы основной упор сделали на борьбу в 134-й статье, тут и прочее. Это вы просто как пример взяли, или, потому что, вроде, профсоюзом, кроме этой цели, это другие этапы и другие виды, в том числе, непосредственно на своем предприятии, коллективный договор. Вот за эти-то вещи, так сказать, не менее важные. Это не менее важно. Это направление я отметил, значит, занимаясь в фонд рабочей академии. Вот это его площадка, нет, мы тоже участвуем, где подводится опыт, положительный опыт борьбы за коллективный договор. Но я показал, что такая борьба на отдельном предприятии, если она не связана с общим фронтом, она не имеет успеха. Те же докеры, те же на форде, у них были хорошие коллективные договора, но кризис, работодатель тоже не дремлет, создает свои противодействия, да, какое-то осуществляет меры. То есть, это все теряется. Поэтому наша задача как раз собирать общие такие общие силы, выходить на политический уровень, развивать эту борьбу. Потому что одно не исключает другое. Почему? То и то. А наоборот, если не будет на каждом предприятии, мы сможем в масштабах все организовать коммерческие деньги? Я думаю, что сможем, тогда на каждом предприятии проще будет добиться. Это зависит от соотношения сил, от конкретной ситуации. Я думаю, что само требование сохранения заработной платы, оно не выходит за рамки буржуарного строя. Оно еще не выходит. его можно, так сказать, продавить при определенных условиях. Но эти условия это когда, конечно, будет шататься сам строй. Когда будет ставить вопрос о том, что либо этот закон, либо сейчас тут все мы сметем и возьмем власть. Конечно, они пойдут. То есть требуется другое соотношение классовых сил, другие задачи. Как побочный продукт вполне этот закон можно принять. Если только бороться и ограничиваться им и больше ничем, тогда, наверное, нет. Как вы все-таки видите будущее Родфронта? Это некий сгусток разнородных сил для того, чтобы получить юридически значимую партию и пойти на выборы? Или все-таки это зародыш будущей партии рабочего класса? Родфронт это прежде всего избирательный блок классовых сил для участия в выборах. У нас есть партия зародыша ТРК РП, я так считаю. Но трудящие сами определят, кто из входящих в Родфронт организаций является зародышем той партии, которая поведет за собой на революцию класс. Спасибо. Есть чего хотите? Нет? Переходим выступление. Кто делает выступить? Пожалуйста. работал панорам очень интересный нарисовал которая по моему так в целом показывает в каком состоянии находится профсоюзное движение если говорить два слова значит одна часть профсоюзов подчинена фпр прочтите подчинена единой россии а другая часть профсоюза причина на сегодняшний день справедливой россии причем вот на второй частью вот последние может три-четыре года активная как раз шла работа потому что то что фонопр подчинена фактически единой россии но там в разных вариантах там через вострецового так сказать как раз вот степан селгеевич рассказал как это делается вроде бы они отдельно как-то чуть ли не самостоятельно на самом деле фонопр ходит под единой россии однозначно исаев является секретарем сразу и фонопр и входит в руководство единой россии там связка совершенно однозначная а вот что касается на вот этой группы профсоюзов которые новые даже они некоторые антикоммунистические были поначалу но поскольку они тут бы боевые какие-то вопросы защиты трудящихся решали то они окрепли ческать чему-то научились к эти выбили что-то там для своих трудящихся но вот их тоже начали подводить во первых была надежда что вот партия труда который из профсоюзов таких была собрана и в которой так как наши коммунистические силе силы вошли в верхушку даже вошли включая так сказать вот членов совета федерального как золото был чем федерального совета казенного докладил на партии труда я был секретарем партии труда по идеологии секретарем недостоверение и так далее ну вот как только она была мало мальски окрепла вот тогда товарищ шейн который вы подкармливали совершенно явно однозначно то решение решил пойти ли в мэр или губернаторы астрахани астраханской области и тем самым накрыть эту всю партию труда одной шапкой ну вот поскольку нас там было не так мало я вот предложил тогда такое решение что в партии трудящихся не может иметь во голове какой-нибудь губернатор который входит в исполнительную власть буржуазного государства государства турбозадатели и это сказать там были истерики со стороны шейн а чем они потом продолжались довольно долго вплоть до чуть ли не то сказать он с ума сходил ну вот так сказать решение было принято и тогда шейн партию закрыл поскольку она не подошла к этому но вот те профсоюзы которые в ней участвовали это те профсоюзы которые продвигали трудовой кодекс проект фонда рабочей академии и они выскать сложилось определенные единства и тогда удалось создать вот этим профсоюзом создать серьезную такую программу коллективных действий эта программа коллективных действий это вот я хочу дополнение сделать потому что тут нарисовал степан сергеевич это программа коллективных действий во первых была принята наиболее крупными боевым профсоюзами прежде всего профсоюзами диспетчеров профсоюзом работников радиолокации радионавигации и связи первым делом ее приняла защита труда и по существу по существу если взять и эту программу единый есть и профсоюз задачи коллективных действий это в общем она но так сказать так не ярко кому истической но кому истическое по задержанию там даже есть и раздел о том что выбора надо проводить по трудовым коллективам она охватывает не только там какие-то разделы коллективы договоров но на скосе ключевые вопросы охватывает с опорой на те профсоюзы которые являются наиболее близкими так сказать трудящимся она это после этого значит товарищи которые из коммунистических партий которые участвуют в этом всем движении после этого приняли такое решение что надо и вот эти все пункты которые вошли программу коллективных действий надо их закрепить к этим партии почему потому что но если мы хотим расширить так и социальную базу если мы хотим привлечь трудящихся то значит соответственно нужно учесть что может нас связать с трудящимися значит рабочая партия россии просто в программу эти вставила целиком по трахами все это задачи коллективных действий рк рп значит каталогичная сделала вещь на съезде приняла все это решением партийным решением съезда что вот во всех вопросах рабочего движения руководствоваться программы коллективные действия она вошла так сказать вот в арсенал партийных документов российской коммунистической рабочей партии ну и соответственно скажем вот сегодня когда мы говорим о задачах родфронта я думаю что если мы не просто ее так сказать рассматриваем как лишь бы как-нибудь кого-нибудь избрать а все-таки иметь такую организацию куда мы подтягиваем разные организации для участия в выборах но в общем-то ради того чтобы реализовать программу рк рп и программу коллективных действий которые непосредственно связаны с профсоюзами на все во всех решениях российского комитета рабочих всегда когда заходит речь о выборах решается очень просто вопросы и степан сергеевич в этом присутствовал всегда участвовал тоже что поддерживать только тех депутатов тех и только тех депутатов которые публично и формально то есть они только так как обещают она дают публичное обещание и действительно поддерживает программу коллективных действий профсоюзов вот принципиальная позиция по вопросу об участии в выборах значит что на сегодняшний день вот мы наблюдаем на сегодняшний день вот я констатирую вот так и по итогам доклада тоже мы как раз наблюдаем отход от этих вот принципиальных решений от того чтобы поддерживать программу коллективных действий сведение и с начала к одному пункту и выхолачивание всего содержания этого пункта потому что в программе коллективных действий говорится о приближении заработной платы к стоимости рабочей силы то есть программа коллективных действий настраивает на такую задачу которые другие кроме как политическими средствами ты не решишь на самом деле понятно что для этого надо чтобы поднялся рабочий класс а не отдельные предприятия и где-то там что-то записывали коллективных договорах то же самое касается вот точно того о чем говорил степан сергеевич сокращение работы времени потому что речь идет не о том что вы меньше работали меньше получали о том чтобы получали столько же за меньшее время это удар по безработице ну потому что они что делают вы работаете много вот эту часть мы уволим поэтому вот эти все вот политические моменты они значит тут как бы выхолачивается убираются и получается вот если скажем ленин критиковал какую позицию что мы вот в думе и в других органах буржуазного государства который является законодательными органами мы выдвигаем самые революционные лозунги раз мы туда идем для чего мы идем туда для того чтобы там совершать прежде всего политическую пропаганду мы не строим все иллюзии что эти органы будут решать что-то в интересах трудящихся ничего тут это вот совершенно это ты заблуждение что вот мы что-то подадим в думу и они это решат мы для счета туда подавали проект трудового кодекса дама его подавали я в один из участников мы по крайней мере в все увеличивали по сравнению с тем что было вдвойне в тройне вот в зоте они же хотели выкинуть зот значит мы туда завернули с федотом сидели так два дня дается за среди вредная работа 4 писали так сказать и вот тогда мы получили очень широкую поддержку потому что никто вот за эти гроши за то чтобы так сказать не не ухудшилось положение никто к широко подниматься не будет ни один завод не забастует не забастует не только за это вот скажем загубил моисеенко портовой организацию тем что он стал вместо 30 везде просовывать агитацию за 10 процентов повышение зарплаты а 10 процентов близкие к инфляции они просто больше потому инфляция была чем они 10 предлагали это раз а во вторых вот эти 10 процентов за них высылать никто не будет все что это забасовка этого терять потери зарплаты это сказать потери возможные рабочего места потому что люди потом начинается преследование поэтому если лицом 30 процентов как было до херуда это за 30 процентов подымались на забастовку до 10 ничего не и вот он поскольку он хоть везде был во всех комиссиях на все во всех этих портовых организациях он везде это значит предлагала кончилось это дело полным развалом вот разъединением единая организация на кусочки которая там сейчас произошла ну и в общем откатом конечно в борьбе я я не откатилась одна только пк т которая у них который в коллективном договоре было повышение уровня реального содержания зарплаты и осталось и там сейчас на сегодняшний день все докеры сто процентов сто процентов докеров в профсоюзе докеров а в целом поскольку они еще блокируются с профсоюзной организацией првт процесс работников водного транспорта в целом процент членов профсоюза 80 процентов в общем числе работников вот рассказал об этом на последнем круглом столе рассказал об этом товарищ каретников вот так сказать такого в наше время тем более вот как раз вот к кризису они как раз оказались наиболее подготовленными в этом плане и лучше себя чувствовать чем все остальные хотя их таскать на них нажимают не дают работы и они сейчас находятся между прочим забастовочном состоянии то есть вся процедура забастовки пройдена осталось одно если то есть что написать администрацию сейчас соберут конференцию а этим ничего не стоит и завтрашняя будет забастовка как только вот соберут конференцию объявят укажут с какого числа начинается и все вот это первое что хотел сказать то есть я хочу сказать что если мы говорим о задачах рот фронта как политической партии то конечно надо взять безусловно взять за такую задачу всех объединяющих и обменяющих трудящихся не не выдумывать ее то сказать что мы сейчас что-то будем такое придумывать а взять это а что касается вот этой задачи индексации но вообще это не задача для политической борьбы это вообще даже это же самый крайний вообще пик оппортунизма потому что если вот ленин критиковал копейку на рубль а это вот что такое индексация ты не копейки на рубль вот тот кто понимает что такое индексация индексация это вот не больше чем только того что было а поскольку все-таки вот и вот сейчас говорил виктор качи об этом что-то как все поднимаются вот мы можем что угодно таскать объявить это таскать от имени рот фронта но реальная борьба начинается так вот вот на пике забастовочной борьбы потом может произойти как мы видели вот недавно я всем очень рекомендую в газете совершенный секрет нас с большая статья панкова юрия декабрьском буржуном восстании поскольку этот буржуазный орган буржуазное время это написал там очень однозначно показано что вот на пике забастовок вот началось строительство советов и декабрьское вооружённое на пике не то что один какой-то орган сказал что мы будем все бастовать такого органа не сделаешь потому что на каждом предприятии вызревает забастовка уже если зал как коллектив готов но вот когда вдруг много 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 предприятия бастует представьте себе желательно бы чтобы они все забастовали но так не бывает жизни но много их бастует вот тогда появляется совершенно другие формы уже те которые нужны в том числе и в программе коллективных действий записаны выборы через трудовые коллективы это записано они только то сказать по городам и весям вот я думаю что если есть такие решения политические в рк рп и у рабочей партии россии то есть в главных входящих вот сюда в род фронт организации то я думаю что мы и в в течение всей выбранной кампании должны применять тот же самый принцип чтобы мы поддерживаем только те депутат тех депутатов и заранее и рот фронт должен объявить что мы будем проводить программу коллективных действий а вот сказать кто хочет поддержать эту позицию он поддерживает рот фронт не хочет поддержать это широкая программа широкая там разные слои могут быть задействованы один одно понравится другим другое третьим третье и уж понятно что приближение зарплаты к стоимости рабочей силы включая себя индексацию и все прочее вот ну а что касается как это реально вот бывает на предприятиях если вы будете бороться за индексацию то в один момент будет все-таки после к выделить такие требования будет компромисс во всякой борьбе наступает момент переговоров а компромисс будет это всегда некая средняя точка а средняя точка значит будет хуже чем было прошлом году и вот это вот требовать борьба за индексацию в том числе и так называемой политической когда кажется что мы делаем что-то политическое но вот вот степан сергеевич очень убедительно показали что все буржуазные партии все наши противники вот все и кпрф и все вот эти вот вот всех многочисленные которые мы все они это поддержали общение подержали буржуазии в целом поддержала только она не верит что это пройдет это ясно что она не пройдет но ничего тут вообще нет социалистического абсолют ничего по мистическому ты мне так что-то нет даже тут нет даже борьбы за улучшение жизни народа вся борьба рабочего класса во все времена велась улучшение жизни а это туда тут наоборот с самого начала сама вот на этом совещании о котором мы говорили, я вот тоже с этим выступал, и вроде бы мы договорились, что надо действительно создать законопроект, который бы рассчитывал на повышение уровня реального содержания зарплаты. Если там написано обеспечение, уже в буржуазном законе написано, в 134 статье, обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. То есть не может быть меньше, это по закону. Но нет никаких мер. То есть, может быть, предложить надо в административный кодекс загнать пункт, что вот за нарушение этого столько-то тысяч рублей. Потому что никакой, никаких мер. Вот вы говорите об обязательности, давайте мы напишем трижды обязательно, а поскольку там ответственности нет никакой в кодексе, вообще никакой, что мы бы не написали с вами, а это им плевать. Абсолютно плевать. А вот если мы запишем, но мы знаем, что пишут в административном кодексе, за уклонение от процедуры заключения коллективного договора 5000 рублей. То есть давайте какую-нибудь сумму такую закатаем в административный кодекс за необеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты, сам скажем, миллион. Вот это я понимаю, можно... И на этом фоне дискутировать, дискутировать, агитировать и так далее. Второе. Есть 130-я статья, там говорится, заканчиваем. Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Раз государство гарантирует, пусть государство уголовную ответственность введет за нарушение этого пункта. Помните пример? И на этом я заканчиваю. Пример был такой. За невыплату зарплаты бастовали люди, садились на рельсы и так далее. А потом включили в уголовный кодекс в результате борьбы. В уголовный кодекс включили, что за невыплату зарплаты досматривается уголовная ответственность. И вот нынешний вице-премьер Рогозин это применяет в представительстве «Космодром Восточный». Давайте за необеспечение повышения уровня реальной зарплаты, поскольку она уже стоит в кодексе. Ничего не надо делать. Поставьте в министративный кодекс 50 миллионов. И будет хорошо. И будет и политическая борьба, и экономическая сразу. Первый, Иван Михайлович, я вот тут карандашом пока посидел, посчитал. Если исходить из статистики, которые называют буржуи, порядка 33-35 тысяч рублей, и экономически активного населения, то мы выходим на 30 триллионов. А если учесть выплаты их пособия, пенсии и прочее, то, наверное, валовый продукт на 40% из этого состоит. Потом можем остаться с вами еще раз посчитать. Это раз. Во-вторых, по докладу Степана Сергеевича. Вообще, я думаю, что его надо поблагодарить за то, что он так дотошный. И правильно выбрал методу, что он нам все-таки вот это сопоставление профсоюза и партии, партии профсоюза, связь, вот это на пальцах показал. Это, значит, очень, ну, как бы интересно и полезно для понимания процесса. И здесь, значит, мне кажется, уместно вспомнить, недавно мы вспоминали историю Коминтерна, что еще первый Коминтерн в своих вот этих уставных документах, а затем в решениях Конгрессов подчеркивал, что одной из главной общей задачей, значит, является организация борьбы рабочего класса в виде синдикатов, то есть профсоюзов, вот этой экономической борьбы. То есть это вот с момента зарождения коммунистического движения, вот эта связь, она была, значит, ну, абсолютно ясна отцам-основателям, потом нам переходила в разный вид и прочее. Еще один момент, вот который, я думаю, что очень полезен, это история партии труда, которая, значит, зарождалась, как действительно, значит, партия рабочая, которая включала, значит, понятные ближайшие цели, вот за которые надо бороться, и которые сегодня во многом перекочевали в программу коллективных действий и в программу Родфронта. Но обратите внимание вот на что хотел, что здесь должен быть общий вывод наш, что если партия только по названию трудящаяся или рабочая, то и не обеспечено это организационными мерами, которые есть, да, то ее судьба может быть очень печальна. Не случайно вот и у РКРП, и у рабочей партии в уставах пробуем мы, по крайней мере, различные гарантии, как большинство рабочих на съездах, на собраниях, на конференциях, и та же у рабочей партии осталась в руководящих органах, там, бюро или плену, или что-то. Вот это все идет отсюда. А беда не только от того, что вот эта самая была партия трудящихся, а стала партия Семигина, буржуазная, да? А я беседовал, специально ездил с авиадиспетчерами, с Ковалевым Сергеем Анатольевичем, с докерами нашими, и говорил, что, слушайте, ну давайте вот проект Родфронта поддержим, ну вот такая ситуация. И отвечает Виктор Акальевич, слушай, у нас такой подъем был, люди так верили, когда, значит, организовывали партию трудящихся. А потом что оказалось? В принципе, оказалось-то, что, пользуясь буржуазными законами, один купщик храмов, грубо говоря, продал документы Семигину, просто продал, передал. А люди не пошли, просто документы передал. И потом еще мне, мне, мне жаловался, Семигин подлец, обманул меня, не рассчитался, так сказать, как договаривались и прочее. И к чести надо сказать, что из всех региональных организаций только Ленинградская организация партии труда отказалась передавать документы Семигину с его этими деятелями, значит, приняли решение о ликвидации и о распуске. Ему пришлось по новой тут регистрироваться, бегать там и прочее, прочее. Вот еще я хотел на что обратить внимание и сказать, что вот на вопрос, вот как Ротфронт, можно его как партию рассматривать? Или это все-таки широкое объединение, или в основном для выборов, или чего-то? Я думаю, что, значит, мы употребляем чаще всего, что это наш классовый блок, рабочий блок, да? Если подходить, ну уж к терминологии партии, можно или не можно? Ну, можно. Только при этом мы не упираем, что это партия нового типа, ленинского, марксистского. Нет. Это более широкая рабочая партия. И, как говорил в манифесте там Маркс Энгельсом, что у нас нет, вот как у нас, как у коммунистов, нет других целей, как и у всех других партий, в том числе у Ротфронта. Только мы в нем, в Ротфронте, я имею в виду РКРП и рабочая партия, всегда не упускаем из виду перспективных целей, так сказать, революции, построения бескласса, общества, социализма. В этом плане, да. Значит, я думаю, что Степану Сергеевичу надо посоветовать было бы, вот в докладе все-таки больше внимания уделить на организацию борьбы собственно профсоюзных звеньях на предприятиях, поскольку мне думается, что здесь вот можно допустить ошибку. Если люди не научатся реальной борьбе, вот за кусок хлеба, за рабочее место, за зарплату, за собственные достоинства, за условия труда, ну, трудно их, так сказать, поднять на борьбу, значит, за, там, это самое, политические цели или где-то. И даже у нас был, помните, вот такой печальный опыт, когда в 98-м году сплошняком шли забастовки. Ну, в виде приостановки работы просто. Долги по зарплате идут, месяц, два, полгода, у кого сколько, да? И останавливается работа. Верховный суд рассматривал и всегда вставал во всех случаях на сторону людей. И в одном случае наши хорошие товарищи на Средненевском заводе строительных материалов включили в требования первым пунктом, в том числе при нашем участии. Первым пунктом – отставка президента и правительства. 98-й год. И суд встал на сторону, так сказать, в данном случае работодателя, потому как здесь нарушено или что-то было. Поэтому, я думаю, история показывает, что вот там 905-й год, выступление Ивановских, значит, советов, вся стачка и первая программа большевиков говорит о том, что вот борьба за ближайшие цели, в том числе на уровне отдельного капиталиста, отдельного предприятия, отдельного, это самое, значит, она, ну, как бы, первой ячейкой является. И только из этой ситуации при определенных условиях может вырасти дальше совет, который, значит, и та самая политическая стачка, которая у нас в программе прописана. Иначе, из чего она? Просто из нашего призыва вряд ли вырастет. Поэтому это очень важное зрение. То, что касается борьбы вот за статью 134-ю в том или ином виде записанную там индексацию, или, правильно говорить, за повышение реального уровня заработной платы, да, то я думаю, что здесь мы все должны понимать, что никаких надежд на то, что ее там примут или впишут, ни у кого нету, но речь идет, что на этой волне разжечь интерес, разжечь в том числе, так сказать, классную ненависть к этим деятелям, когда, значит, кризис, 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 а у них все это пухнет и растет. Мы просто обязаны, должны, нужно, так сказать, и этот момент будем использовать. И то, что сейчас ряд депутатов есть, которые еще раз попробуют это дело вносить, значит, это плюс, этому будем помогать. Если есть возможность эту редакцию еще оттащить и улучшить, давайте, в одном месте уже внесли, в Карелии, там уже, так сказать, процесс пошел. Внесли еще? Внесли, еще не голосовали, но уже в ЗАГСе, уже внесено. А что не почитать сначала? Ну, уже в НАЦе. Ну, что раз вы прочитали, когда внесли? Сейчас опять... А, Михаил Васильевич, в Кирове, в Ленинградской области, в Санкт-Петербургском ЗАГСе еще не влезли. Почитайте, еще давайте что-то поправим. Может быть, даже лучше, с разных сторон пойдут, так сказать, с улучшениями, если получится. Вот. Ну, а общий-то вывод, конечно, что сама тема фронта без профсоюзов, она просто не мыслится. Это уже не фронт получится, а что-то другое, какая-то общественная организация с названием фронта. Спасибо. Тишины очень много, очень трудно понимать. Отдать? Отдать. Везде тишина. Спасибо. 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 Хочу поблагодарить выступавших. Очень важное дополнение сделали. Единственное, с чем не могу согласиться, это рядом тензисов Михаила Васильевича, которые внутренне противоречивы. Значит, он сказал, что нужно бороться не за сохранение заработной платы, а за стоимость рабочей силы. Что в первом случае это оппортунизм, а в втором это нет. В втором тоже оппортунизм. Надо бороться за освобождение от эксплуатации, за стоимость рабочей силы. Лучше подобного. Но это в вашей программе, но она, понимаете, вот так я могу сказать, в нашей программе это оппортунизм, тоже можно сказать. Потому что мы должны бороться за освобождение от эксплуатации. Дальше. Михаил Васильевич говорит, что это реакционно, бороться за сохранение заработной платы, надо идти дальше и бороться за ее реальное повышение. Но вот смотрите, мы видим по факту, у нас идет снижение. Мы говорим, что это понятное и простое справедливое требование, сохраняя заработные платы. Сохранение заработной платы реальной, это сохранение реальной пенсии автоматически. Потому что пенсионный фонд формируется из заработной платы и зачисления. Вы за то, чтобы у вас пенсия сохранилась реальная или уменьшилась, но вы будете поддерживать сохранение реальной? Или вы скажете, нет, это плохие товарищи, надо бороться за повышение пенсии? Ну, конечно, лучше. Никто не против. Мы просто говорим о минимуме. И вот как раз это еще можно реализовать в рамках существующего строя, а вот ваше предложение оно не реализуется, потому что это утопия. Вы изначально ставите невыполнимую задачу, это утопия. Думать, что в условиях буржуазного строя можно таким образом заставить буржуазии наоборот, мы начнем ее эксплуатировать в какой-то момент, потому что мы будем все время все повышать, повышать, но условно, в какой-то момент они нам будут из кармана выплачивать, и они начнут на нас работать. Мы говорим о том, что боремся за 134, но при этом понятно, что для реальной повышения заработной платы это уже коллективная борьба, коллективные договора, то, что говорит Михаил Васильевич, вот как раз здесь профсоюзы, которые добиваются реального повышения заработной платы, они потом сохраняют в силу вот этого закона. Но опять же мы понимаем, что этот закон можно принять только тогда, когда будет стоять вопрос о взятии власти, под угрозой вот этого, потому что можно все потерять, буржуазия может пойти и согласиться на этот закон. Наша задача сейчас начать развивать борьбу. Вокруг простой понятной задачи. Мы так это для себя понимаем. Спасибо. На этом занятие закончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok